МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда, со статистики и рано мы радовались предыдущие два дня. Все-таки в Калининграде новая, можно так сказать, вспышка, потому что зафиксировано намного больше случаев, чем в предыдущие сутки. На данный день 38 новых случаев заражения. Общее число случаев заражения коронавирусной инфекции в регионе теперь составляет 637. На данный момент свыше 24 тысяч в регионе было обследовано. Остаются под медицинским наблюдением чуть больше 2000 человек. В том числе 160 сейчас находятся в условиях обсерватора. Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн, заявил о риске заразиться коронавирусом через волосы. Передает в пятницу, 8 мая, сегодня РИА Новость. По словам эксперта, на волосах вирус может держаться вплоть до трех суток. Чтобы снизить риск заражения, нужно носить головной убор, а снимать его дома. На самом деле, я думаю, Ольга, что ко всему нужно относиться с толикой юмора и здравого смысла, потому что сейчас это значит, что все оплачатся в желтые скафандры, которые некогда демонстрировал наш президент, и будут в таком виде выходить из дома. Поэтому я думаю, что это лишь догадки, скажем так, человека, который это заявил. Ну да, костюм химзащиты как раз сейчас в такую погоду очень даже будет кстати. Но вот вирусолог даже напомнил о необходимости носить маски на улице и соблюдать социальную дистанцию в несколько метров. То есть это тоже не исключается, помимо того, что он заявил по поводу волос. Ну да, но вернемся все-таки к тем, кто сейчас находится под наблюдением врачей. Те самые 38 случаев заражения. Итак, 13 из них было выявлено у людей, попавших в больницу с пневмонией. И у двух человек она протекает в тяжелой форме. Ну а 10 случаев заражения выявлено у пациентов с остро-респираторной инфекцией. Еще 15 случаев без симптомного течения показали после обследования людей, которые контактировали с ранее заболевшими. Напомним, что жители Калининградской области официально обязали носить маски и в общественных местах, так скажем, соблюдать тот самый масочный режим. И, кстати, приятно отмечу, что больше людей стало в масках. И сегодня один из наших охранников здесь, в деловом центре, спросил, так что же мы все в масках-то стали ходить? Вот, говорит, неделю назад не ходили, а все стали. Вот, я на что-то ему рассказала, что у нас масочный режим введен. И я еще раз повторю, что это постановление правительства области. Горожане обязаны его соблюдать и носить маски во всех общественных местах. Ну, проще говоря, не носить маску можно только находясь дома. И хотелось бы также отметить, что от наших зрителей постоянно поступают вопросы на тему самоизоляции после поездки между городами России. То есть буквально вчера мы в Инстаграм отправляли такой запрос. Пожалуйста, какие бы вы вопросы задали главе Роспотребнадзора. И вот, в частности, несколько вопросов было именно на эту тему. Обязан ли я соблюдать режим самоизоляции, если я вернулся, например, из Воронежа или из какого-то другого города. И вот хотелось бы отметить, что именно, опять-таки, постановлением правительства области определен порядок обязательной самоизоляции и обсервации. Мы уже, по-моему, да, Анастасия, говорили с тобой об этом? Да, и телефон горячей линии по коронавирусу попросим еще раз вывести на экран. То есть именно по этому номеру вы сможете уточнить все интересующие вас вопросы, на которые вам там ответят. И также, скажем так, сделать чек-лист, скажем так, симптомов коронавируса и сверить, стоит ли вам обращаться к врачу и делать тот самый тест или нет. Ну и, как ты верно, Оль, заметила, что вне зависимости, из какого региона вы прибыли, еще раз повторим, вы все равно должны находиться 14 дней на карантине. Ну и перейдем к российской статистике. За последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах России. Также отмечается, что в 49% случаев не имелись клинические проявления болезни. Ну вот сейчас свыше 187 случаев заражения по всей России. Напомним, что вчера мы еще находились на пятом месте. На сегодняшний день в России лидирует Москва, которая по количеству заболевших уже обогнала Китай и Канаду. Количество выявленных случаев заражения в столице приближается к отметке 100 тысяч человек. Калининград находится на 51 месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ну вот вчера, да, мы говорили, что мы находились на пятом месте. Имеется в виду Россия в мире. А сегодня мы уже с вами переместились на четвертое место по количеству заражения коронавирусной инфекцией. Ну а тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения из-за коронавируса в несколько этапов, по примеру, европейских стран. Для этого разработан пакет методических рекомендаций, так называемых. Темпы прироста заражения не превышают 3% по словам руководителя ведомства. Но отметим, что в Евросоюзе уже с 11 мая начнут выходить на работу те самые салоны красоты, кофейни заработают. То есть там начнется жизнь более активная, нежели сейчас в России. Но отметим, что люди находились на жестком карантине более 50 дней, соблюдали его. И только после этого сейчас они могут дальше продолжить работу. Ну я предлагаю посмотреть видео, все-таки, какие три этапа нам предлагают ведомства, глава Роспотребнадзора, каким же образом мы с вами будем выходить из режима самоизоляции. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемые участники сегодняшнего совещания, по вашему, уважаемому Владимир Владимировичу, поручению, нами разработан проект методических рекомендаций для определения показателей, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий. Я хочу отметить, что своевременно принятые меры позволили нам задержать развитие эпидемии в России на два месяца и детально изучить опыт разных стран при снятии ограничительных мероприятий. Мои коллеги, ученые и практики постоянно ведут мониторинг и анализируют развитие ситуации в России и в других странах. И, безусловно, ситуация в России уникальна в силу особенностей нашей страны. В ряде регионов уже сегодня темпы прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не превышают 3%. Вашим указом главы субъектов получили дополнительные полномочия определять перечень конкретных мер по сдерживанию эпидемии. И подготовленные нами рекомендации по снятию ограничительных мер – это четкий методический инструмент для этой работы. Он предусматривает апность. Мы предлагаем три этапа. На каждом из этапов главы регионов по предложению главных санитарных врачей и субъектов смогут принимать решения о конкретных мероприятиях. При снятии ограничений предполагается оценка следующих основных показателей. Темп прироста заболеваемости, то есть количество новых случаев заболевания. Свободный коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией. Показатель охвата тестированием, чтобы понимать, насколько широко инфекция распространена в популяции в том или ином регионе. И все эти показатели оцениваются ретроспективно за одну или две недели, что связано с инкубационным периодом этой болезни. Мы формулировали наши методические рекомендации, исходя из главной цели – сохранения здоровья граждан нашей страны. Самоизоляция позволила нам сгладить спики заболеваемости, избежать взрывного числа новых случаев. И сейчас в режиме самоизоляции человек общается только в семейном кругу или в рабочем коллективе, если он продолжает посещать работу. На каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой. Так, на первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции. На втором этапе – прогулки на улице с членами семьи, открытие объектов сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением одновременно обслуживаемых посетителей. И предусмотрено начало работы образовательных организаций. На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки, скверы, при соблюдении условий социального дистанцирования, предприятия сферы торговли и услуг без ограничений площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, все образовательные учреждения, гостиницы и предприятия общественного питания. Еще раз подчеркну, что в соответствии с предлагаемыми рекомендациями, решение по этапному снятию ограничений будет принимать глава региона и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены. Вот такая информация поступает и, конечно же, главам региона будет дана информация распоряжаться самим в своем регионе, то есть каким образом наш регион будет выходить из режима самоизоляции, думаю, что в ближайшее время нам сообщат. Ну, очень интересное мнение высказал мэр Москвы, который сказал, что больных коронавирусом в его городе больше, чем выявлено, заявил Собянин. По его словам, в настоящее время в городе может быть заражено от 2 до 2,5% всего населения. В пересчете в цифры это около 300 тысяч человек. Ранее мы отмечали с тобой, извини, пожалуйста, что это 100 человек сейчас в Москве находятся в заражении. 100 тысяч, да. И вот напомним, что все-таки вчера было уже принято решение по Москве, что самоизоляцию продлили до 31 мая. И Собянин сказал своим жителям, что не стоит приходить на салют 9 мая. Ну и вот еще одна новость из столицы. Там разворачивается 5 временных коронавирусных госпиталей, вместимость около 10 тысяч коек. Они будут сделаны на базе выставочных центров или долгых дворцов. Самый большой рассчитан на 4 тысячи мест на Красной Пресне. Ну вот то, что мы сейчас знаем из столицы, конечно, это все заставляет задуматься о том, что происходит. И если честно, каждый день, выходя в эфир из этой студии, я ужасаюсь количеством автомобилей и людей, которые находятся на улице. Потому что сегодня рекорды бьются. Даже не буду считать количество машин на парковке, потому что вижу, что оно очень высокое и превышает 40 автомобилей точно. Ну и плюс пробки, конечно же, в городе. Сегодня я ехала на работу утром и обнаружила, что второй день подряд уже на Александра Невского так или иначе есть затрудненное движение. Ну и более того, скажу тебе, в маршрутке сегодня впервые за долгое время люди ехали стоя. Обычно такого не бывает. Но вот индекс самоизоляции подтверждает наши с тобой слова. Уважаемые телезрители, вы сейчас можете видеть его на своем экране. Он горит красным, буквально пылает и составляет 1,9. Ну и перед рекламой хотелось бы еще сказать о том, что мировая статистика на сегодняшний день тоже не радует, потому что в мире число заразившихся уже превышает 3,9 млн. человек. Погибших более 270 тысяч, а выздоровели более 1,3 млн. человек. Ну и по-прежнему в этом списке мировом лидирует Америка по количеству и зараженных, и по количеству смертей от коронавируса. Ну и после короткой рекламы вернемся в студию Первого городского. Город Лайф в эфире. Да, мы продолжаем. И хотим перейти к европейским новостям. Что же у нас происходит в Европе? Ну как ранее я сказала, что Европа постепенно начинает послабление вводить. У них снимается режим карантина и ограничительные меры в различных странах, в том числе и где. Это даже уже можно гулять целыми семьями и заниматься спортом. А вот месса в Италии начнутся с 18 мая. Я думаю, что верующих, особенно для Италии, это большой праздник, потому что в Италии очень большое количество верующих. Ну и предлагаю посмотреть материал из европейских стран. Италии. 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 Италия. Италии. Она уже respirará и она volverá a tomar солнце. Город постепенно начинает оживать. На улицах появилось гораздо больше машин и людей. В общей сложности по всей стране 4,5 миллиона трудящихся вышли на работу после почти двухмесячного перерыва. Кто-то наоборот воспользовался возможностью, чтобы в отсутствии работы вернуться домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот так дела происходят в Евросоюзе. Ну а Финляндия с 14 мая готова открыть границы и разрешить гражданам въезд в страны Шенгена. Ну правда только по работе и с обязательной самоизоляцией в две недели. Туристические поездки пока остаются под запрет. Ну а в Турции за неимением туристов овцы оккупировали один из прибрежных городков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гуляют по городам, питаются то, что осталось на улице. В общем, давайте посмотрим видео из Турции. Да, но отметим, что местные жители рассказали, что живут в одной из самых оживленных улиц города. То есть не смущает их и этот факт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот так это выглядит все со стороны, конечно. Ну, например, Польша. Сенат Польши вечером 6 мая принял резолюцию, которая призывает правительство немедленно вести в стране режим стихийного бедствия. В документе говорится, что из-за введения в Польшу режима эпидемии основные гражданские права и свободы ограничены. Кстати, парламент Польши принял закон о проведении выборов президента республики дистанционно при помощи почты. Мне интересно, а если бы у нас были выборы при помощи почты? У нас, видишь ли, было голосование за Конституцию 22 апреля, но его перенесли. Поэтому, в общем-то, не решились у нас делать это, видимо, дистанционно, а хотят все-таки личное присутствие граждан при принятии такого важного решения. Но в Нидерландах посетители обедают в своеобразных теплицах в одном из ресторанов города из-за угрозы коронавируса. Официанты разносят еду в защитных масках и на длинных досках для соблюдения вот той самой дистанции. Видео, на самом деле, с одной стороны кажется очень забавным, с другой стороны, ты начинаешь задумываться о том, что вот он мир новой реальности. Давайте посмотрим. Музыка 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 Ну а в Германии, если не соблюдать ограничения, вторая волна коронавируса может начаться уже в июле-августе, заявили об этом европейские врачи. Напомню, что Германия как раз-таки занимает лидирующие позиции в мире по количеству выздоровевших от COVID-19, что приятно, потому что до этого мы говорили про статистику не самую благополучную, но при этом соблюдать все те меры безопасности, о которых и мы говорим, и наши коллеги из Евросоюза, и говорят, и показывают, конечно же, необходимо. Ну а в Нью-Йорке первый раз в истории города метро перестало работать по ночам. Теперь на 4 часа метро закрывают на дезинфекцию. Напомним, что такая одна из мыслей по поводу того, чтобы метро не работало, была и в нашей стране, но быстренько она просеклась, и такого и не пошло дальше никакого развития, потому что, конечно, в крупных городах отказаться от такого вида транспорта, ну, в общем-то, не представляется возможным. Давайте посмотрим материал. Продолжение следует... 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 четырехлетнюю сестру. Похожий случай недавно произошел в Нью-Йорке, да, в Америке, мы рассказывали об этом, но вот Россия тоже не стала отставать. Ну, здесь Ламборджини, конечно, покупать он не собирался, потому что, благо, все обошлось без жертв. Сотрудники ГИБДД смогли остановить юного водителя, но ребенок уверял, старший брат уверял сестру, что не переживай, все будет хорошо, нас не догонят, но давайте посмотрим. Да, родителям при этом выписали штраф, потому что сотрудники ГИБДД смогли остановить юного гонщика. Все, не плачь, ерунда, не плачь. Не плачь, моя доченька, не плачь. Нормально. Подогонят. Ну, а в Московской области тем временем полицейские приехали поздравить с днем рождения девочку, которая ранее пострадала в ДТП. Несколько месяцев назад малышку сбили вместе с мамой на пешеходном переходе, и вот сотрудники ГИБДД не забыли об этой истории и приехали ее поздравить. Давайте посмотрим на это милое видео. Василий, вот, мы сегодня пришли поздравить с днем рождения, мы знаем, что у тебя сегодня день рождения. Вот, посмотри, какие красивые водоциклы. Можно считать, что вся госавтоинспекция ГИБДД Московской области сегодня поздравляет тебя с праздником. Мы знаем, что ты попал в ДТП, но слава богу, ты уже выздоровела. Ничего, что ты сейчас придешь дома, это даже хорошо. Вот, не желаем пить всего самого наилучшего, и, пожалуйста, по внимательной дачным дорогам. Ну, а мама сейчас спустится, мы ей передадим подарок для тебя. Хорошо? Пожалуйста. Вообще радует, конечно, что вот этот самый период пандемии сейчас открыл в людях лучшие качества, и это, правда, возможность проявить доброту к своим ближним. Ну, а вот в Ленинградской области питьяерка, пережившая блокаду, вот уже несколько лет помогает тем, кто в этом нуждается. Причем совершенно пандемии на это не повлияло. Она ежедневно заполняет свой фургон коробками с продовольствием и отправляется в рейс по городу. Давайте посмотрим. На самом деле это видео несколько месяцев назад оплетело многие социальные сети, потом, я думаю, что пандемия все это затмила. Ну, и сейчас снова они исполнили, поэтому думаю, что не лишним будет напомнить еще разочек о вот такой вот отважной женщине. Субтитры сделал DimaTorzok Для меня удовольствие, просто удовольствие, потому что я чувствую, что когда меня благодарят, это легче на душе. И занимайтесь, пожалуйста, все, постарайтесь быть добрыми, вот, не бойтесь. Дело в том, что я кормлю людей и себя кормлю, одеваю и себя одеваю. Радует, конечно, что даже бабушка, вот она блокадница, и она прекрасно наверняка помнит, как это было тяжело в период блокада Ленинграда, и при этом, при всем, она сейчас помогает и тем, кто действительно нуждается в этом. Побольше бы людей таких, и, конечно же, я думаю, что такие именно люди позволяют делать мерк лучше. Ну и удивительно, что не страшит ее, конечно, коронавирус с точки зрения того, что все-таки возраст, да, мы знаем, что подвержены люди старшего возраста. Ну, не то, чтобы больше, но так или иначе подвержены этому заражению. Поэтому мы вам желаем только здоровья, удачи в вашем деле. И пусть у вас все получается, потому что вы, правда, своим примером, я думаю, можете многим показать, что можно жить в добре и миде, несмотря на все, что происходит вокруг. Но Владимир Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях для медицинского персонала, который работает с заразившимися пациентами COVID-19, сообщает об этом коммерсант. Да, ну, страховыми случаями является смерть медработника в результате заражения, причинение вреда здоровью медработника и утрата трудоспособности тоже медицинских сотрудников. Ну, слушайте, я вот на самом деле выскажусь, повоспользуюсь своими эфирными как бы полномочиями и скажу о том, что все заявления и указы, которые с 25 марта у нас в стране происходят и проявляются, не встретила я еще ни одного человека, кроме многодетных семей, кому бы это помогло. Потому что люди, которые встают на биржу, не получают 12,5 тысяч рублей, и 5 уж тем более к этому получают суммы меньше. Хотя говорили о том, что 3 месяца, 12,500, ну, или, да, около прожиточного минимума сумма и так далее, получают меньше их рассчитываю. Дальше все возможные ипотечные каникулы – это все, конечно, абсолютный блеф. Уж извините, я это назову так, потому что пересчеты процентов, изменения процентов – это ни разу не ипотечные каникулы. Это просто для людей такое, знаете, вот сходите в банк, вам помогут, вот мы вам так рады, и на итоге это не так работает все. Дальше для тех, кто ищет работу, потеряла работу, еще что-то, тоже ничего не работает. Для малого-среднего бизнеса ты еще попробуй докажи, что у тебя все плохо, и, может быть, потом тебе что-то дадут. Ну, то есть вот это вот все, по сути, просто бумажки и слова, которые на деле, к сожалению, не работают. Вот еще раз повторюсь, кроме многодетных семей, не услышала еще ни одной истории, которая бы закончилась хорошо после всех обещаний, сказанных нашими властями. Ну, а еда тем временем дешевеет третий раз подряд, об этом сообщает продовольственная организация. А вот я очень хочу пригласить всех, опять же, я тут тоже добавлю, людей, которые считают, что еда дешевеет в нашем регионе, например. Пройдите по магазинам и просто посмотрите, насколько вырос средний чек. Как раз. И второе, строительные магазины не перестают меня удивлять. Просто вот поразительно. Открылись, значит, им разрешили с 29 апреля работать. Они открылись, и быстренько под все это дело цены у нас выросли. Ну, вот как бы мне очень интересно знать, как можно жить и спокойненько существовать в одном социуме, когда вот одна бабушка помогает всем абсолютно бесплатно и безвозмездно, а тем временем предприниматели решают, а не заработать канал на тех людях, которые остались без работы, которым не то, чтобы выбрать на акции какой-то товар, так они скоро вообще в этот магазин прийти не смогут, потому что ни денег не будет, чтобы это купить. Ну, к разговору о том, что о стоимости маски, пожалуйста, в Саратове власти закупили за 495 рублей за штуку. Был госконтракт, но сейчас уже там в городе бы вопрос решили. Ну, в общем, на самом деле, все, что происходит сейчас в мире и в нашем городе, это все не в мире, а в стране, это очень как бы спорный момент со всеми обещаниями, и куда вот это все нас дальше может привести, мне бы очень хотелось послушать, с учетом того, что наверняка сейчас никаких послаблений 12-го числа нам ждать не стоит. Ну, а мы как бы как телеканал, который тоже пытается выжить в это непростое время, как уж может, призываем вас, дорогие телезрители, поддерживать нас, поддерживать наших производителей, наших региональных, местных людей, которые работают на Калининградской земле и производят товары. Покупать местное, вот даже не зря этот хэштег у нас стоит, потому что покупая местное, мы можем с вами поддержать тот бизнес, который здесь работает, а это значит, что если бизнес будет работать, он сможет обеспечивать рабочими местами и жителей нашего региона. Мы предлагаем посмотреть нашу рубрику «Бизнес-новости», что еще произошло в регионе за минувшие сутки. Партнер рубрики «Бизнес-новости» ООО «Венера». Жилые дома вокруг биржевого сквера начнут приводить в порядок в июне. Стоимость работ составит около 100 миллионов рублей. Компанию, которая будет ремонтировать эти дома, планируется выбрать 18 мая. Правительство России выделило Минстрою из резервного фонда 30 миллиардов рублей. Деньги пойдут на решение проблем обманутых дольщиков. Распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации. До конца 2021 года власти планируют обеспечить жильем не менее 10 тысяч человек, пострадавших от долевого строительства. В России предприятия малого и среднего бизнеса, которые пострадали от коронавируса, имеют право на субсидию. Грант предоставляется на решение неотложных задач, таких как выплата зарплаты в мае и июне. Для получения субсидий за апрель 2020 года необходимо подать заявление до 1 июня, а за май – до 1 июля соответственно. В России почти треть должников по кредитам объясняют неплатежи отсутствием работы. В апреле доля таких клиентов составила 30%, что почти в полтора раза больше – показатели за аналогичный период 2019 года. К 40% выросла доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов. Верховный суд ранее заявлял, что режим самоизоляции в апреле не дает права на отсрочку по кредитам. В продолжение новостей финансов хочется рассказать про курсы валют иностранных. Приятно скажу, что на них смотреть. Они наконец-то стали падать. Чуть-чуть евро сейчас чуть ниже 80 рублей 79,88. Доллар у нас 73,97. Цена нефти за 1 баррель 29,80. Ну и индекс самоизоляции у нас сейчас меньше 2 баллов в нашем регионе, что, конечно, не радует, потому что это значит, что очень много людей сейчас находится на улице. Я вам это и без индекса скажу. Поверьте мне, огромное количество автомобилей, пробки. На данный момент 1,8 наш индекс составляет. В структуре долгов перед Калининград теплосеть доля, которую должны заплатить жители города, составляет 73%. Это свыше 1 миллиарда рублей, сообщает администрация областного центра на своем сайте. Ну, хочется теперь немножко перенестись из нашей страны снова к новостям мира. В Индии произошел странный инцидент с одним из банкоматов города. Обезьяна взломала банкомат, но из него, к счастью, ничего не пропало. Умело открыв устройство, она скрылась с места происшествия. Ну, давайте посмотрим. У нас есть видеоматериал про это, как произошло. Пусть это нам поднимет немножко настроение. Ну, а после мы прервемся на небольшую рекламную паузу и после нее вернемся. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В этом году здесь не будет военно-исторической реконструкции штурма пятого форта. Как и не будет праздничных концертов в Парке Победы, ведь из-за коронавируса все парки города сейчас закрыты. Не будет праздничного вальса, не угостятся калининградцы и солдатской кашей. Однако без победной песни 9 мая все же не пройдет. В канун праздника жители могут принять участие в акции «Флаги России» и вывесить флаги или георгиевские ленты на балконах или из окон своих домов, а вечером все вместе исполнить песню «День Победы». Традиционное шествие Бессмертного полка заканчивалось здесь. Несмотря на то, что в этом году его отменили, акция все же пройдет в режиме онлайн. Для этого необходимо записать видео о своем погибшем воине, выложить его в социальные сети с хэштегом «Бессмертный полк дома» или «Мой полк дома». Или можно прислать его на первый городской телеканал. И 9 мая мы обязательно покажем его в эфире. А вечером в 22.00 каждый калининградец из окна своего дома сможет посмотреть праздничный салют. Из фронтовых пушек дадут 30 залпов. Звуковое сопровождение обеспечат пушки 1943 года, которые участвовали в штурме Кёнигсберга. Несмотря ни на что, День Победы навсегда останется самой значимой датой в нашей стране. Марина Морозова, Екатерина Калиниченко, служба новостей «Город». Такими будут мероприятия на завтра, на 9 мая. Поэтому, конечно, из-за того, что сложилось, будем получать максимум, наверное, от того, что есть сейчас. Ну и завтра в 9.50 начнется наш прямой эфир из студии Первого городского. Мы тоже будем в прямом эфире показывать парад воздушных сил. И дальше в нашей студии будут появляться разные герои. Не будем раскрывать, кто это. «Бессмертный полк онлайн» также в эфире Первого городского. Спасибо всем калининградцам. Огромное количество фотографий вы прислали к нам в социальные сети. Фотографии своих героев, ветеранов. И завтра их все мы покажем в нашем эфире. И калининградцы их увидят тоже. Но у вас еще есть возможность их прислать. Делайте это очень просто. Наша социальная сеть. Фотографии вашего ветерана Великой Отечественной войны. Указания его имени, фамилии и звание. Но я думаю, что не будем здесь останавливаться. В общем-то, понятно, что делать. Тем временем военный ансамбль «Бурятии» порадовал своими песнями, скучающих в домах людей на самоизоляции. Казахстан 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 Ну, переживем, наверное. Переживем. Ну, вот такое вот милое видео, о котором хотелось бы закончить наш эфир. Трогательное и очень праздничное уже. Но у меня есть еще одна новость, которая вот только что появилась. Я думаю, что вам будет интересно ее услышать. Чтобы поддержать людей в это трудное время, знаменитости американские, ну уж извините, не калининградские пока, но возможно они услышат и тоже захотят присоединиться, в рамках акции «Гарри Поттер дома» будут каждую неделю читать по одной главе из книги «Гарри Поттер и философский камень». К проекту уже присоединились Дэвид Бэкхам, актер Эдди Редман, Дакота Фаннинг, Стивен Фрай и многие другие. Первую главу «Мальчик, который выжил» прочитал Дэниел Редклифф, который, в общем-то, и исполнил роль Гарри Поттера. Записи можно послушать на платформе Spotify или посмотреть видео на портале VisaBizarding.org. Вот так называется платформа. На самом деле сайт журнала «Гламур» более подробно об этом рассказывает и указывает ссылки, через которые можно выйти на те самые платформы и послушать. Но какая погода ожидает калининградцев, узнаем из ежедневного прогноза. Спонсор прогноза погоды – Медицинский центр «Прогноз». Даем прогноз на хорошее самочувствие. Прогноз погоды на 8 мая. В Калининграде днем плюс 14. Пасмурно. Ночью плюс 7. Пасмурно. В Москве днем плюс 13. Дождь. Ночью плюс 9. Дождь. В Санкт-Петербурге днем плюс 11. Ясно. Ночью плюс 4. Ясно. Спонсор прогноза погоды – Медицинский центр «Прогноз». Даем прогноз на хорошее самочувствие. Ну а сразу после выпуска «Город.Лайв» смотрите комедию «Девушка моего лучшего друга». Первый городской сейчас делает все возможное, чтобы вы оставались дома, никуда не выходили. И получали и новости Ленинграда, и новости мира, страны. Ну и в том числе и могли отвечать за хорошим фильмом. Берегите себя, своих близких, будьте по возможности, оставайтесь дома. Конечно же, будем надеяться на то, что режим самоизоляции все-таки, хотя бы какие-то послабления будут в регионе. Ну а с вами в студии сегодня работала Анастасия Орехова и Ольга Говтва. Будьте с первым городским в 15.00 обязательно с вами увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова